Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Алла. Я вас, как обычно, приветствую на своем канале. И сегодня у нас 2 сентября 2023 года. Я хочу сказать вам, что я нахожусь на Кадышево, 3-я станция метро. И сейчас еду на Чорсу. У нас в метро по закону пенсионеры проходят бесплатно. Поэтому я взяла свое пенсионное удостоверение и поехали. Так выглядит мое удостоверение пенсионное. Вот. И теперь пошли внутрь. На входе я должна его предъявить и пройду. Сейчас я отключу видеокамеру, а потом включу. Вот. Я предъявила свое удостоверение и прошла. Вот. Продолжение следует... 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 Обратите внимание, какие красивые здесь перила... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... дизайн уже очень отличается от новой станции метро которая была в начале здесь построена уже видно что давно станция раньше называлась станция чкалова сейчас станция дуст лик было переименование как везде в метро стоят указатели куда какая станция а я еду на чурсу ребят вагоны еще старые есть в эксплуатации но есть и новые конечная беруни жду своего поезда и продолжим дорогие друзья я сейчас нахожусь на станции метро чурсу она построена так сэсеровском режиме ну и уже есть конечно же современные стойки рекламные баннеры заблудиться у нас в ташкентском метро это невозможно мрамори подделка такая посмотрите красивая ну и пошли на выход на сам базар дорогие друзья сейчас я нахожусь на нашем историческом месте где находится бывший гум извиняюсь гум где раньше проходили показы мод где раньше были всякие советские шоппинги можно так сказать сейчас это уже тот же магазин то же здание но конечно же уже разный товар одно время после распада союза здесь был магазин винных изделий а сейчас уже вот такой магазин продают все что хочешь также написано на каком этаже что продают и наверное вы все знаете нашу легендарную гостиницу москва построенная еще при ссср она работала как гостиница даже я успела побывать так как после коллег техникума то есть колледж хотел сказать но техникум связи мы заканчивали и нас сюда приводили когда мы приходили на практику здесь у них внизу было в подвале как сказать отделение связи можно так сказать да связисты сидели для того чтобы обеспечивать номера связи и вот тогда мы тоже погуляли по номерам смотрели но почему-то не пришлось гостиница после распада ссср еще кто-то здесь пробовал брать в аренду покупать и опять не пошло потом сказали что турки как бы выиграли тендер узбекистана за 0 долларов как мне сказали что деньги не внесли но договор был такой что они реставрируют за счет этого на 33 миллиона долларов будет проходить реставрация но пока турки не спешат реставрировать гостиницу а я иду сейчас мадресе кукель даш а потом пройду через ряды которые здесь образовались базарно-торговые можно их назвать и тоже вам покажу что здесь продают почем посмотрите как живет народ на черцу фруктов очень много здесь для дома все по хозяйству и пластик продаются стекло дневной намаз закончился двери открыли и поэтому я спокойно могу войти и показать вам это мадресе что это мадресе и и и и и и и и и Тот комплекс, который имеется вдали белый, я не зайду показывать, а зайду вот в этот. Здесь и учебные залы, классы. Кто учится в этом матрасе? И хочу сказать, девочки, все, кто сюда приходит, особенно россиянки, христианки, как бы там не было, я хотела бы, чтобы вы немножко уважительно относились к нашей тоже культуре мусульманской. Если вы сами приходите в церковь, вы же одеваете платки на голову, да? Несколько видео смотрела знаменитых, причем блогеров, хорошие умные девочки, но ни одна из них, побывав в мадресе, в мечети, никто не одевает, не покрывает голову. Хотя в свою церковь, когда ходят, одевают платки. Ну вот, давайте сделаем так, чтобы вы уважали мусульман, и мусульмане также будут уважительно относиться к христианам, да? Потому что всегда должно быть взаимоважение и взаимопонимание. Даже в индуистских храмах, когда я была, там тоже просят покрыть голову и разуться. И, кстати, мы это делали в Индии. Дорогие друзья, я вошла в этот комплекс, можно сказать, в мадресе. И нахожусь сейчас на его территории. Показываю вам пока территорию эскизу, как она выглядит. Сейчас идет еще в некоторых залах ремонт. Основанно это мадресе, мечеть Кукельдаш, была в 1560 году, если мне не изменяет память. И до сих пор виден этот кирпич старой кладки, который был уже положен в те, можно сказать, века. До сих пор не утратил свою мощность, не осыпался. Каждый раз реставрирует этот фундамент, и вообще все видно. Те, кто любит экзотику и первый раз приезжает к нам в Среднюю Азию, обязательно, обязательно, прям настоятельно всегда рекомендуют посетить это мадресе Кукельдаш. Само мадресе Кукельдаш начали строить еще в 1560 году, а закончили в 1569 году. Это по данным с Википедии, да, то, что я вот читала. И могу сказать, что в Ташкенте оно считается одним из самых крупных мадресе, а вообще в старом Ташкенте 23 мадресе. С древним Кукельдашем связано очень много легенд и историй, трагических и удивительных и забавных в то же время. Рассказывают, например, что здесь казнили женщин, нарушивших супружескую верность. Их зашивали в мешок, поднимали на самый верх мадресе и бросали на пролегавшую рядом с Шейханталхурскую улицу. И сейчас хочу подняться наверх, показать вам, как выглядит сверху вот этот прекрасный сад. Здесь на второй этаж? А с какой стороны? Он мне разрешил. Душкарма? Да. С низкой стороны хотела зайти. Думала, у них двусторонние. Вход в это место стоит 10 тысяч суммов. Отсюда можно, да, на второй этаж? И кинчи этаж, да? Да. Отсюда, да? Да. Посмотрите, сейчас мы стоим на месте такого вообще исторического, исторических ступеней, старинных ступеней, можно так сказать. Это еще плитка тех времен, ее заново не выкладывали. Уф ты, какие высокие ступенечки. Довольно-таки подниматься. Сложноватенько. Сложноватенько. Да. 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 А это класс, оказывается. Это я вышла отсюда, на улицу. Смотрите, как интересно. Вот такой балкончик. Ну, это традиционный. Мусульманские окошки, решеточки, можно так сказать, для того, чтобы была хорошая вентиляция. Вставили раньше. Ну, сейчас, конечно, здесь сделаны, уже сделаны окна. Посмотрите, какие красивые двери, грязные. Правда, очень низкие вот эти проемы, но зато очень широкая стена, наверное, сантиметров 70-80. Какие красивые двери. Какие красивые двери. Это, скорее всего, идет зал, где происходят молитвы. я куда-то забрела непонятно куда смотрите какая керамическая а нет скорее всего это гипсовая люстра а точно на выход иду посмотрите какая кладка я сюда зашла первый раз несмотря на то что я уже давно живу в узбекистане в ташкенте ступеньки могу сказать что очень крутые подниматься было не очень так легко комфортно у кого больные ноги колени то я конечно подниматься вам не советую сюда но если они у вас еще сгинаются и нет такой боли то пожалуйста и если у вас нет головокружения потому что круто идут А я спускаюсь, и мы пойдём с вами в другой пролёт, на другую сторону. Теперь посмотрим, куда эти ступеньки ведут, похожие на первые. Ну, здесь полегче идти. А эти идут на балкон, откуда будет нам видно сейчас, как расположен сад. Саламаликум. Посмотрите, здесь продаются шарфы из наших национальных тканей. Также здесь имеется, саламаликум, магазинчик, где вы можете приобрести себе подарочки на память. Керамическую посуду из дерева, пожалуйста, вот для ганы, да? Смотрите, какие красивые. Почему? Ну, я просто вот так отсюда поснимаю. Да. Хорошо. Не, вот так можно же? А как покупают у вас тогда? Туристы же как-то должны зайти будут. А это кто делает? Студенты или нет? Мастера. Мастера, да? Ну, вот такой магазинчик, где вы можете приобрести для себя сувенирчик. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дорогие друзья, я иду сейчас по... Вообще, как бы, раньше этот путь был к детскому миру, который находился на Чорсу, базаре. Сейчас здесь поставили такие огромные навесы и идет торговля. Базар Чорсу увеличился. Дорогие друзья, я иду сейчас на Чорсу. Дорогие друзья, я иду сейчас на Чорсу. И когда я увидела одну вещь, меня заинтересовало, я думала, что же это такое. Оказывается, это такой сухой плод для тех женщин, кто не может родить. Привезут из Эмиратов, должны кушать или заваривать его как-то там надо. И потом начинают беременеть. Все женские воспалительные заболевания, кисты, миомы, полипы, все это, говорит, рассасывается, и женщина беременеет. Ну, не знаю, насколько правда, но, говорят, пользуются спросом. Сегодня еще жарко, хотя в те дни, несколько дней подряд шел дождь. У нас так было прохладно, ночью тоже прохладно. А сейчас уже время обеденное и жарко. А я иду сейчас на базар, который я хотела бы вам показать. Потому что Чорсу базар за один день, за два дня, ну, показать точно нереально. А я хочу вам показать то место, где у нас продают нашу национальную еду. Готовят очень вкусно. Всегда все свеженькое. Я давно, правда, там не была. Ну, вот, ждала, чтобы стало попрохладнее, потому что летом в зару я, как местный житель, сама не рискую ходить и там что-то покупать и кушать. Да вообще, летом опасно, если ты кушаешь не дома, и надо кушать или в проверенных уже кафе-ресторанах. Вот у нас тоже золото-бриллианты продают. Не только в Индии этого много добра. Возьмите сейчас водички. Да, только куда-то. Спасибо за просмотр!